Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа на связи с муниципальной властью. Как всегда, в студии для вас работает Андрей Острев. Телефоны вы видите на экранах, звоните, принимайте участие в нашей беседе. Итак, сегодня мы будем говорить о политике. Мы будем говорить не с чиновниками, мы будем говорить с политиками о политике. Потому что в последнее время накопилось слишком много социально-взрывных таких вопросов. И в том числе, многие из вас уже знают из новостей, сегодня был вручен еще один протокол мэру Александру Сенкевичу. И по этому поводу мы пригласили в нашу студию Федора Панченко. Добрый вечер, Федор. И вот начнем с чего? Начнем с того, что многие, наверное, смотрели прямой эфир, как вручался этот протокол. В чем там, собственно, дело, что за протокол был вручен? Потому что некоторые комментарии говорят, что это один и тот же протокол, некоторые говорят, что это другой протокол. То есть расскажите нам из первых уст, что там происходило. Ну, смотрите, по ситуации, которая сложилась на время предоставления предыдущего протокола, на самом деле ничего не изменилось. Та команда, которая была дана правоохранительным органам затравить мэра города любой ценой, так и осталось действие. Поэтому они, как говорится, носом роют в поисках любого повода придраться к его работе и инкриминировать какое-нибудь правонарушение. Но, к их сожалению, ничего, кроме того, что Александр Федорович получает зарплату, так и не смогли нарыть даже за вот этот период времени, который сколько там прошло, около месяца с предыдущего момента. Поэтому они решили довести ситуацию, завести еще в больший абсурд. То есть все, грубо говоря, смеялись над ними, когда поняли суть претензий в предыдущий раз в том, что мэр города не должен получать, видимо, зарплату, по их мнению. В этот раз, собственно, они решили просто второй раз то же самое деяние квалифицировать по-другому. То есть абсолютно те же обстоятельства описаны о том, что мэр города Николаева получает зарплату. И по этому поводу к нему есть претензии от правоохранительных органов. Только если в прошлый раз они предъявляли претензии относительно того, что на первой сессии городского совета, первые там 15 минут, как он вступил в свои полномочия, первый раз он не заявил о конфликте интересов, то теперь претензия правоохранительных органов заключается в том, что через 10 секунд после этого он нажал на кнопку, ну и, собственно, голосовал за то решение, чтобы утвердить должностные оклады. Все. Вот это вот все претензии, которые смогли, как говорится, из своей работы выжать в сторону городского головы. Ну, глядя, вот я смотрел этот процесс, когда вручался, были комментарии юриста, который говорил следующие вещи. Ну, начнем с того, что у нас Валентина Бондаренко превратилась в какого-то мужчину по имени Бондаренко, с фамилией Бондаренко. Ну, это мелочи, собственно говоря, для киевских правоохранителей. Суть претензии, ведь, собственно говоря, сам процесс, назначение заработных плат и так далее, он четко регламентирован постановлением к МУ, насколько я понял. И, собственно говоря, это носило больше формальный характер, нежели что-то переопределяло. И вот у меня к вам вопрос. Вы были присутствующими, присутствовали на этой сессии. И вопрос такой. Среди прочего, в этом документе ведется речь о назначении Александру Федоровичу 100% премии за достижение, за какие досягнания в праце. На первой сессии рассмотрелся этот вопрос? Смотрите, премия, утверждался размер премии, возможно, и порядок ее начисления. В дальнейшем, ну, там, я не занимаюсь бухгалтерией городского совета, но в дальнейшем, то есть, размер премии, он варьируется согласно вот этого решения. Давайте ответим на звоночек. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я вот что хотел бы сказать по поводу того, что происходит у нас в государстве, и почему у нас, как говорится, государство является банкротом, банкротятся предприятия. И, в общем, ситуация такая, как бы безответственность у нас в стране, понимаете, в чем дело. Необходимо, я считаю, что нужно принять закон о частной собственности, о государственной собственности, и чтобы собственники предприятий отвечали своим имуществом. При своем банкротстве. Либо силовые структуры точно так же должны отвечать за свои противозаконные действия и отвечать своим имуществом. В порядке регресса, чтобы из них взыскивали, как сказать, ущерб, который они наносят государству. Все. Вот два момента. Ответственность со стороны граждан и предпринимателей, собственников, и со стороны силовых органов, которые нарушают законы, и таким образом происходит та ситуация, которую мы имеем. Спасибо вам большое за комментарий. Собственно говоря, я с вами целиком согласен в этом вопросе, что, насколько я помню, я когда-то даже занимался тем, что выискивал прецедент наказания финансового за неправомерные действия сотрудников силовых органов. И я единственный нашел прецедент, который был в Одессе во времена, когда Михаил Саакашвили был там губернатором. Он добился вот чего. Лишили премии сотрудника и, по-моему, Дагану ему объявили. Смотрите, вы сейчас чуть-чуть о разных вещах говорите. Вы говорите о дисциплинарной, по сути, ответственности, которую напрямую могут применять начальство к своему работнику. Как я понял, мужчина говорил о том, что, я хотел бы сразу и ответить, существует огромное количество практики, когда граждане Украины взыскивают с государства ущерб, который им был нанесен неправомерными действиями правоохранительных органов. И огромные суммы из бюджета Украины выплачиваются на погашение вот этих по решению Европейского суда по правам человека. Но, по сути, получается, что за какую-то, ну, это установленные, получается, уже судами факты незаконных действий со стороны работников правоохранительных органов, страдаем мы, налогоплательщики. То есть, из наших карманов оплачивается какое-то там самоуправство и незаконные действия, ответственность закрывается вот этих людей. Вообще-то, существует даже законодательный порядок, что если соблюдать всю букву закона до конца, то после этого, с тех работников, действиями которых был нанесен этот ущерб, государство Украина должно взыскать в пользу бюджета точно такие же суммы. Но вот такой практики у нас, ну, по крайней мере, мне на глаза не попадалось. Если она и есть, то это где-то вот единичная и очень-очень мало кому известная. Поэтому, да, на данный момент вот так вот себя вольготно чувствуют некоторые работники правоохранительных органов. И для того, чтобы как-то выслужиться перед начальством и там поставленную задачу, пусть даже не всегда корректную, выполнить как можно быстрее, идут на любые ухищрения, в том числе вот такие, как мы сегодня наблюдали. Хорошо. Плавно мы перейдем еще к одному вопросу, который, например, меня очень взволновал. Возволновал, и не зря сегодня вы у нас в студии, проект решения об импичменте, ну, точнее, о предостановлении полномочий городского главы. Его подал ни много ни мало ваш однопартиец, который прошел номером первым в списке вашей партии и достаточно долго возглавлял фракцию. Ваши комментарии, пожалуйста, по этому поводу. Ну, то, что на данный момент этот проект решения подан, зарегистрирован, и мы его обсуждаем, во-первых, хотел бы обратить внимание всех, что это показатель того, насколько изменилась власть в городе, и, в принципе, изменилась, ну, как бы, ее аура вокруг власти в городе. Если раньше подобные вопросы, это было некое табу, и, в принципе, ну, и, может, вы меня поправите, то есть депутаты часто скандалили, делали какие-то заявления, да, но, да, во-первых, не нарушалась вот эта вот табу, а во-вторых, по сути, они понимали, что никто бы им не дал процессуально вести в рамках закона, вынести на обсуждение даже такой вопрос. На данный момент, и уже и городским головой заявлено, говорит, мы будем обсуждать любую инициативу депутата. Да, и в этом, ну, в том числе и я согласен с тем, что каждый депутат имеет право предлагать. Даже абсолютно какие-то сумасшедшие предложения. Вот, то, что каждый из нас несет ответственность за наши предложения и инициативы, это уже отдельный вопрос и дальнейший, и оценку этому дадут, как говорится, и коллеги, и избиратели, в том числе, я думаю. Вот, поэтому на данный момент есть вот такая индивидуальная позиция, которая связана, ну, исключительно с личным отношением, то есть, как таковой, там, скажем так, практической составляющей очень мало, больше эмоций. Ну, и самое печальное, что на самом деле Сергей Михайлович сейчас стал такой пешкой в чужой большой игре, подыгрывая, там, его используют для того, чтобы подыграть одну из сторон. Смотрите, говоря про игру, очень здорово, что вы именно так ответили. Киевское давление на Сенкевича. Внутренний распри в вашей фракции разделились как бы на два лагеря. Вот последнее событие связано с БПП, когда ушли, ну, фактически ушли уже, по факту ушли, а Де Юра, там, остались формальности, это и ушел и Симченко из городской организации, и Бирюков с Нойницем из областной. Вы не находите ли, что эти события как-то взаимосвязаны? И самое главное, кто является кукловодом, по вашему мнению, или хотя бы какая сила, по вашему мнению, является кукловодом в данной игре? Смотрите, ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание на то, что как такового там раскола во фракции у нас нет. У нас есть единое, дружное, подавляющее большинство во фракции, то, что вот индивидуальные депутаты имеют свое мнение, ну, как говорится, мы не просто так называем себя демократичной фракцией, в том числе уважая их какое-то мнение, с которым мы можем быть категорически не согласны. Конечно, очень жаль, когда это мнение сводится к какому-то такому банальному вредительству, которое на пользу не идет ни индивидуальностям, с которыми между собой разбираются, а тем более не идет на пользу городу. Самое страшное и самое плохое, что все вот эти вот разборки и выяснения личных отношений очень плохо влияют на жизнедеятельность города в том числе. И инвесторы на это очень плохо реагируют, видя, что в городе происходят вот такие перетрубации, то очень-очень сильно задумаются перед тем, как войти в город. Ну и в принципе, грубо говоря, сегодня городской голова должен был заниматься, у него там запланировано несколько рабочих совещаний, вместо этого он в прямом эфире там сидит, читает вот эти вот стопки бумаги, которые ему в очередной раз привезли из Киева. По поводу того, что взаимосвязаны ли многие из тех вещей, которые вы назвали, да, они взаимосвязаны, да, игра ведется беспрерывно, цели, как говорится, вполне конкретные, то есть некоторые группы желают или захватить власть в городе любым способом, ну а скорее к ней вернуться просто-напросто. Вот, поэтому я думаю, что и давление на Александра Федоровича будет продолжаться до тех пор, пока либо, как говорится, эта группа давления не исчезнет, либо он не сменит политическую силу, как от него иногда намекают ему, что было бы хорошо это сделать. Вот, относительно... Давайте, я думаю, что наши зрители, просто мы привыкли в неком таком формате общаться, каких-то практических вещей, мы немножко отойдем от политики, у меня есть еще два вопроса к вам, более практические. Первый вопрос, вы не так давно в сети Facebook сделали такой очень громкий резонансный пост касательно бездомных животных, о том, как это должна проблема решаться, что нужно делать и так далее. Вот, давайте поговорим более конструктивно. Как вы видите проблему сегодня решить с бездомными животными, в частности, с собаками, которые создали уже социальную проблему, действительно? Смотрите, главной проблемой я неоднократно уже там и в публичных мероприятиях и пытаюсь, как говорится, достучаться до тех, кто непосредственно занимается работой над этой проблемой, это чиновники непосредственные, те работники профильного КП, которые за это получают зарплату. Я понимаю, что во многом неэффективность вот той работы, которая проводилась ранее, а может со мной кто-то спорит, кто-то не соглашается, но я говорю, такое гигантское количество бездомных животных на улицах, то количество пострадавших от бездомных животных на улицах, это главный показатель неэффективности той работы, которая проводилась. И можно убеждать друг друга сколько угодно, показывая на бумаге замечательные показатели о том, что мы выполнили план на 100-500%, какие мы молодцы. Но пока на улице жители нашего города не чувствуют себя в безопасности, все эти отчеты никому не нужны абсолютно. Сегодня вот было очередное мероприятие по обсуждению нескольких вариантов программ, а самое главное, к чему я призываю, о том, что вот такая ситуация, это последствия того, что городская власть на самом деле так и не определилась, что делать, собственно. То есть как такового плана, ну вот такого, чтобы его все службы придерживались, его нет. Есть программа, которая доказала свою на данный момент неэффективность. И вот те процедуры, которые налажены, и тоже вот фактическая ситуация показывает неэффективность. И она заканчивается в этом году, и мы должны наконец-то перестать увиливать, перестать бояться, пытаться всем быть хорошими. Депутатский корпус должен взять и принять решение, что мы делаем на данный момент вот с той ситуацией, которая есть. Ну а как вы видите сами? Я очень часто вижу, что депутаты вот в одной среде, там, те, кто поддерживают, к примеру, я говорю, к примеру, там, полностью гуманное отношение к собакам, и вообще поддерживают, чтобы мы для них там построили санаторий на 10 тысяч мест и содержали их ценой там всего бюджета города. Депутаты им говорят одно, что их поддерживают. Потом там на встрече с какими-нибудь более людьми прагматичными. Радикальными. Да, более радикальными. И они говорят, что их поддерживают. В результате депутаты всем говорят, что они всех поддерживают, и в результате вообще ничего не делается. Предложение. Вынести в зал две программы минимум, при наличии, как я вот на данный момент знаю, что уже и третья там какая-то промежуточная появилась. Ну, пожалуйста, пусть их будет хоть пять, хоть сколько угодно. И пусть каждый докладчик доложит не в показателях, что мы за год планируем сделать то-то и то-то, а в показателях, что через год у нас будет вот такая ситуация. Вот у нас на данный момент исходная ситуация. Там около несколько сот укушенных за год и 7 тысяч собак на улице. Дайте мне, пожалуйста, цифру, сколько их будет через год. К примеру, ноль укушенных, там, 300 собак на улице. Сколько это стоит, какие вам нужны ресурсы. И мы будем за это голосовать. Но на данный момент постоянно это, так как вопрос деликатный, так как и в том числе я получил такую нормальную дозу критики, иногда конструктивной, а иногда, ну, я увидел, что люди как-то очень болезненно и странно воспринимают даже абсолютно спокойные призывы о том, что просто нам нужно рассмотреть, хотя бы обратить внимание на эти проблемы. Люди уже начинают там переходить на личные какие-то ссоры. К сожалению, вот по поводу этой же проблемы организовалось две группы горожан в городе, которые очень часто забывают вообще по поводу чего они собрались и переходят на то, чтобы ругаться между собой, забывая о том, что нам нужно решать вопросы, и от того, что они ругаются, ничего не происходит. Поэтому требования на данный момент, вот на сегодня уже готово три программы, их, ну, скажем так, шлифуют, и мое требование в срочном порядке их выносить на сессию, принимать и чтобы работа начиналась хоть, как говорится, с завтрашнего дня. Но для того, чтобы мы определили четкого, ответственного, а не как, опять же, нам нужно изменять систему ответственности за этот вопрос, потому что на данный момент у нас то ли чиновник, то ли директор КП, то ли еще кто-то отвечает. Должен быть один человек, который отвечает за результат, не за процесс. Мы не должны заниматься процессом, мы должны заняться результатом. Нам нужен результат. Тогда люди все почувствуют, что на улице стало лучше. Ну, я уверен, что и противники, и сторонники гуманного, и там антигуманного вас сейчас поддерживают, потому что действительно нужен всем результат. Как вы лично считаете, вот какое должно быть это решение? Это должно быть решение, то есть вот Макартыч Самвелович у нас в эфире говорил, что существует два всего варианта решения этой проблемы. Первый вариант это то, что сейчас делается, это чипирование стерилизации и отпускать животных опять на место их постоянного обитания. И второе, это убирать их с улиц на доживание, так сказать, специальных питомников. Как бы вы видели, какое вы решение поддержали? В том числе еще существует такая методика, как гуманное усыпление. То есть, если так и не удалось для собаки найти ни хозяина, ни пристроить ее куда-то в приют на постоянное время, ничего, то в таком случае есть практика усыпления таких собак. С моей стороны, вот как со стороны горожанина и того, кто представляет горожан, на самом деле 80% горожан, это, как говорится, опубликованная уже социология, очень лояльно относятся, ну любят животных, скажем так, и категорически против какого-то негуманного с ними поведения. Одновременно эти же 80% горожан говорят о том, что у нас есть проблема с бродячими собаками, они не чувствуют себя в безопасности, и там около 20% вообще говорили о том, что они так или иначе подвергались нападению бродячих животных. Поэтому мне, я не преследую ни в коем случае, наша фракция тем более, цели там вот, ну как говорится, уморить бедных животных. Для нас важен результат решения проблемы. Если будет предоставлена программа кем-то, ну возможно я не специалист-кинолог, как говорится, если какой-то специалист разработает и скажет, смотрите, ребята, я знаю, как решить эту проблему, за год, не усыпляя ни одну собаку, пожалуйста, я буду аплодировать стоя и в обязательном порядке голосовать за эту программу. Только через год я спрошу о ее результате. На данный момент из того, что я вижу, просто вот практически прикинув цифры, ну того, как ведется работа КП, какие у нее пропускные способности и так далее, я вижу, что с таким количеством собак мы просто, ну вот, по системе стерилизации и выпуска обратно на место обитания, мы никогда не решим эту проблему. Во-первых. Во-вторых, я не совсем сторонник вот этой системы, потому что собаки все-таки кусаются не тем, чем их, где их стерилизует, а кусаются зубами. И есть случаи неоднократные, ну стерилизованные собаки, но тем не менее нападали на людей и кусали. И от этого людям ни капли не легче. Поэтому я считаю, ну пусть как бы это ни было тяжело, какой бы ни был этот деликатный вопрос между людьми и собаками, я выбираю людей. Что ж, спасибо за комментарии. Будем надеяться, что эту программу мы в скором времени увидим, какую из программ поддержит депутатский корпус и кто будет за это все дело отвечать. Мы его обязательно позовем в студию и расспросим с пристрастием, когда у нас все с этим делом нормализуется. Ну и последнюю, наверное, последнюю тему, которую хотелось сегодня обсудить с вами, это пикет маршрутчиков. Вы мужественно вместе с Антоном Турупаловым вышли к этим маршрутчикам, когда они проводили свой массовый пикет и приходили к вам требовать повышения проезда. Немного деталей этого пикета, потому что некоторые СМИ написали о том, что там маршрутчики требовали поднятие цены до 8 гривен, кто-то говорил 5-6 гривен. То есть, что там было, как вот очевидцы? Смотрите, на самом деле история началась там еще за месяц до того, когда мы присутствовали на рабочей группе по рассмотрению именно этого вопроса. Закончили мы это заседание на том, что мы не должны вести себя как в вопросах финансов уподобляться гадалкам. То есть, возможно, ну, наверное и так далее. Поэтому было предложение сформулировано, его все поддержали. Пожалуйста, разложите полностью всю составляющую, да, вашу бюджетную. В том числе, вот я говорю, есть, очень часто заявляется о том, что есть составляющая, которую выплачивают владельцы машин, владельцы маршрутов, и что, мол, основной финансовый поток уходит именно на эту составляющую, и что, собственно, из-за этого непосредственно водителям и владельцам машин не хватает денег на то, чтобы их нормально обслуживать, мыть и так далее и тому подобное. Ну и вообще на жизнь им не хватает. Им предложили по-честному показать, что если они вот заявили, что они работают в убыток, пожалуйста, предоставьте документы, покажите, что вы работаете в убыток, и мы будем рассматривать эту ситуацию, и мы с пониманием отнесемся, это тоже наши горожане, работники транспортных, этих транспортных фирм, и мы должны к ним относиться с пониманием и с уважением, мы рассмотрим это, и если действительно там есть такая ситуация, будем рассматривать этот вопрос. Но вместо этого мы что в ответ получили? Через месяц они пришли, так и не предоставив открытых вот этих расчетов, сказав, что это не чужих ушей дело и так далее, и так далее. Да, в общем, потом начали как-то вот торговаться, а давайте 8, а давайте 6, а давайте 5, как на базаре. Мы же не будем, я, ну опять же, мы представляем интересы громады, ну в какой-то степени их в том числе. И для того, чтобы голосовать, мы должны ответственно понимать, что иного выхода кроме этого просто нет. А пока что мы слышим только это все на словах, на словах, на словах. Более того, категорически я не согласен со способом диалога в ультимативной форме. Я понимаю, что когда-то им дали, ну грубо говоря, сигнал о том, что так можно себя вести, что можно шантажировать город и так далее. Но мое абсолютное убеждение, что любой, кто будет шантажировать город и горожан, я говорю, можно шантажировать индивидуально там кого-то, но если тот, кто будет шантажировать город и горожан, плохо закончит. Это касается правила всех. Поэтому на данный момент наша позиция, мы не видим причин для повышения тарифа и не будем за это голосовать. И самое главное, что даже если теоретически рассматривать этот вопрос, только одновременно с вопросом проведения нового конкурса, потому что этот тариф действовал на момент проведения конкурса, знаете условия, на них шли некоторые предприниматели, а некоторые осознанно отказывались. То есть даже, возможно, те, которые готовы были предоставить лучшее качество, но им не подходила цена. Соответственно, если мы сейчас изменяем условия конкурса, то я считаю, что в таком случае мы можем рассчитывать и на лучшее качество, и на других вообще перевозчиков. Спасибо. Собственно говоря, сегодня мы поговорили о достаточно важных вещах, на мой взгляд, собственно, и не только на мой взгляд. Я надеюсь, что на некоторые вопросы все зрители наши получили ответы. А я с вами прощаюсь до следующей среды. С вами был Андрей Остров, телеканал Николаев. С нами всегда интересно. Не переключайтесь. Спасибо вам. До свидания. Субтитры подогнали Симон.